Ну что, вернемся сейчас к нашему сообществу. Вы видите, какая у нас шикарная география, да? Я думаю, вы заметили, что мы все больше и больше расширяемся, и это очень круто. Те, кто меня не знает, меня зовут Андрей Алисеев, я лидер сообщества «Меркурий» на нескольких платформах. Вот, участник нашего сообщества уже вот через три дня у меня будет шестилетие. Вот, и 5-го числа, 5-го декабря 2017 года я впервые услышал о сообществе, и сразу же в этот же день я зарегистрировался. Внимание, друзья, я сразу же в этот день зарегистрировался, понимаете, да? То есть вот этот момент, он очень важный, то есть углубиться вовнутрь и понять, попытаться. Потом понимаем, ваше, не ваше, не ваше, все, идите спокойно, как бы, занимайтесь вашими делами, продолжайте. Если вы ваше, то начинайте дальше разбираться. А для того, чтобы понять, ваше, не ваше, нужно участвовать там на нескольких хотя бы созвонов, в идеале, конечно, от разных спикеров. Вот, дальше, потому что каждый по-своему дает информацию, и это круто, это мега круто, потому что истина, она всегда многогранна. Правда одна, а истина многогранна. Вот, и важно познавать именно истину, да? С разных сторон смотреть на одно и то же, и ты видишь эту многогранность. Вот, поэтому меня зовут Андрей Алисеев. Сегодня мы с вами поговорим о нашем прекрасном сообществе, о его возможностях и как... Резидалт успела, ИЖС, минус 4, отлично. О его возможностях и о том, как мы можем преобразить свою жизнь, как бы, вступив в наше сообщество и создавая денежные потоки в нашей системе. Я думаю, все уже заветили вы, что в каком финансовом мире мы сейчас с вами живем, да? И скажу вам честно, этот мир как раз-таки есть одна большая пирамида. Почему мне легла легко информация о нашем сообществе? Почему я услышал Дмитрия Васади, нашего основателя? Потому что у меня уже была определенная база знаний. Если у вас еще и нету, то я рекомендую вам обязательно посмотреть базовые фильмы. Это «Дух времени» первая, вторая, третья часть и «Деньги-пирамида долгов». Тогда вы приблизительно хоть будете начинать понимать, в какой системе денежно-финансовой мы с вами живем, кто ее построил, как это все организовалось, и вы начнете понимать суть происходящих процессов вообще во всем мире. Потому что если вы этого не знаете, об этом никто не говорит, ни в одном учреждении, даже в финансовом, там, образовательном, никто об этом вам не расскажет. О том, что такое мировая финансовая система, как она устроена, цели ее создания и вообще к чему это все идет. Потому что это невыгодно, во-первых. Во-вторых, это немножко будуражит умы обычных людей, а это системе самая невыгодная вещь. Причем неважно, в какой стране вы живете. В общем, я говорю. Потому что если у вас есть Visa Mastercard, то вы участник мировой финансовой системы, и на данный момент вы ее частичка, можно сказать так. пирамидального типа сейчас, да, где... А любая пирамида – это такое как бы объединение, где в верхушку стекается вся энергия. Неважно, это денежная энергия, там, энергия власти, там, какие-то еще ресурсы. Вот. Все стекается в верхушку. Вот. И сейчас у нас такая, если такая ситуация, что если мы взять вообще всю денежную массу разных валют, вообще, если мы возьмем, даже возьмем, пускай тупо напечатанные деньги, да, хотя это тоже на бумажке, но тем не менее, да, возьмем их, то мы поймем одну простую вещь, что 1% населения нашей страны, вернее, даже не страны, мира, мира, имеет 90% ресурса нашей планеты. И, другими словами, это такая пирамидальная капиталистическая система банковского вот этого колониального типа, понимаете? То есть, вот такое очень сложное такое, сложное определение я дал, да, то есть, еще раз повторю, это пирамидальная система капиталистического типа, да, которую создал по принципу постройки колоний, да, через банковские картели. То есть, на данный момент, вот это, наверное, будет полное, как бы, общее понимание, что это у нас за система, да. Но так было не всегда. Система данная начала сформироваться, сформировалась тогда, когда она захватила в одной из сильнейших держав нашей планеты, это США, в 1913 году она захватила полностью, по сути дела, печатный станок. В 1913 году был пролонгирован закон в Конгрессе США о передаче функции печатания деньги в Федеральной резервной системе США, которую учредили горстка, можно сказать, банкиров или банкирских кланов, и с тех пор начались огромные потрясения на всей планете, потому что потрясения выгодны на данный момент. И с тех пор, в 1913 году функции были переданы народам США частным банкирам, и с тех пор начались мировые войны. Буквально через полгода была сразу развязана Первая мировая война, революции, Вторая мировая война, которые там между ними где-то репрессии какие-то и так далее. То есть, в общем, за прошлый век, благодаря войнам и развязыванию войн, погибло больше 100 миллионов, больше 100 миллионов, а я думаю, жертв еще даже больше, людей вообще на планете Земля. Просто тупо от войны, понимаете? Я уже не говорю, что наших соотечественников там, ну, как минимум половина этой цифры. Вот. И на данный момент это все дело не прекращается, потому что война для капиталистической системы – это самый выгодный тип как бы бизнеса. Поэтому прежде чем кого-то где-то что-то обвинять, надо посмотреть, откуда идут деньги. Вот даже как Царство Небесное Михаил Задорнов, он четко говорил правильно. Надо смотреть, откуда идет финансирование, откуда идут деньги. Вот откуда идут деньги, да? Вот тот и заинтересован в развязывании, можно сказать, войны прежде всего. И сейчас мы видим такую систему выстроенную. Это ни плохо, ни хорошо. Просто мы должны понимать, что это, как это, и как с этим жить. Вот с этим мы должны понимать. Поэтому это просто есть сейчас. Возможно, это в будущем как-то поменяется. Но наша задача не изменить этот мир. Наша задача изменить самого себя и изменить свое отношение и взаимодействие. Вот это самое главное. Федеральная резервная система США создала Международный валютный фонд, который разными способами учредил в разных странах центральные банки. Где-то, подкупив правительство, создал центральный банк, по сути дела, филиал мировой финансовой системы. Где-то через какие-то революции, где-то еще какими-то способами, разными всякими. За сто лет было перелопачены практически все страны и подмяты под себя мировой финансовой системы. И в каждой стране создан центральный банк данной страны, который участвует с благословлением Международного валютного фонда в эмиссии национальной валюты конкретной страны. И вот тут эта пирамидальная система в конкретной стране начинает уже четко выстраиваться. То есть центральный банк у нас вверху. Дальше он создает эмиссию денег. Создает эмиссию денег. На эту эмиссию народ этой страны никак не может без потрясений повлиять. И неважно, в принципе, говорю еще раз, в какой стране вы находитесь, на эмиссию народ обычный никак не может повлиять. Вот сколько напечатают денег. Дальше, соответственно, все это распределяется в крупные банки и дальше спускается по банковской системе в рынок. В рынок. А рынок это мы с вами, друзья, люди. Это те обычные люди, которые на данный момент борются за деньги, грубо говоря, даже отбирая друг у друга. Почему отбирая? Потому что отбирая через конкуренцию, там, лучшим предоставляем им услуг, кто самый, у кого больше всего здоровья, тот самый быстрый, самый хваткий. И вот так вот на этих вибрациях у нас построена система распределения денежных средств. Но если взять даже все напечатанные деньги на планете Земля и разделить даже их всех поровну, то даже тот ребеночек, который родился, не знаю, в Африке вчера буквально, он уже будет мультидолларовым миллионером. И денег хватит на всю жизнь абсолютно. Вот. Поэтому с лихвой еще даже останется как бы всем потомкам. Но пирамидальная система устроена совершенно по другому типу. Именно поэтому все всегда стекается вверх. И на данный момент внизу там кто-то где-то голодает, а вверху там, соответственно, уже не знает, что с этими деньгами даже делать. Вот. Поэтому на систему распределения денежных средств мы тоже, как обычные люди, без потрясений с вами не можем никак повлиять. И на данный момент потрясений в прошлом веке хватило, поэтому наша задача не снаружи меняться, а измениться вовнутрь. Сначала вот измениться здесь. Как бы начинать понимать какие-то определенные вещи, которые нам изменят отношения, нам изменят, как бы дадут более глубокое понимание происходящих процессов. И тогда мы начинаем видеть более глобальные вещи. Это как вот, помните, вот такие картинки были. Помню, в советское время первый раз увидел. Была тетрадочка школьная, переворачиваешь, а там такая картинка. Она непонятная такая, вся мозаичная. Я их сейчас называю картинки для тренировки ясновидения. Это ее картинку так немножко отодвигаешь, и расфокусировка зрения происходит, и ты начинаешь видеть объемную картинку. То есть сейчас даже наборы такие продаются. Хотите потренироваться, закажите там на озоне в Альберис себе вот такой набор. Я не помню, как он точно называется. То есть вот такие картинки. Ты вроде монотонная одна какая-то картинка, какая-то мозаика непонятная, что. Но когда ты начинаешь держать ее какое-то определенное время на расстоянии 20-30 сантиметров и сделать расфокусировку глаз, то ты начинаешь видеть больше. Оказывается, в этой картинке зашифрован объем. Ты начинаешь видеть какую-то фигурку, ты начинаешь видеть, не знаю, какое-то животное, ты можешь видеть какие-то слова написанные, все это в объеме, представляете, да? То есть это говорит о том, что первоначально, вот посмотрите, ну, картинка, картинка, все, пошли дальше. То есть все зависит от фокуса вашего внимания. А фокус внимания – это вот эта вот точка. Мы смотрим всегда вот этой одной точкой. Ближе, дальше вот эту точку мы гоняем постоянно и смотрим. Но самое глубокое понимание процессов – это когда вы эту точку уничтожите. То есть делаете, параллельно начинаете смотреть двумя глазами. И тогда вы начинаете видеть больше, да? Вот, поэтому потренируйтесь, побалуйтесь. У кого там есть время, желание, возможности, пожалуйста, закажите себе вот таких вот наборчиков, хотя бы 20 листочек, и вот так каждый из них потренируйтесь. Какие-то быстрее вам раскроются, а какие-то медленнее. Это очень интересный процесс. Поэтому когда вот вы поймете, как это работает, вы, честно сказать, даже немножко такой «Вау!», вы почувствуете, как будто у вас раскрылись небольшие сверхъестественные способности. Вот, и это действительно так. Вы начнете… Потом дальше можете тренироваться на свечки, смотреть на живую свечу, поставить, потом даже две свечи поставить. Вот, сначала на живую смотрите, восковую, да? Вот прям будет… Таким же образом будете видеть ауру, как она светится, она живая. А на восковую, на химическую обычную, да? Вот, парафиновую. Вы смотрите, и там нету ауры. Там просто вот четкий контур пламени и нету. А вот от восковой пчелины, там прям вот такое свечение, другие частоты, это очень интересно. Поэтому вы можете тренироваться и таким образом начинать потихонечку развивать. Также у вас появится и видение всех потоков наших, если вы немножко расфокусируетесь от предыдущих ваших знаний, вот, и начнете потихонечку видеть, и тогда вы начнете видеть глубину происходящих процессов. Я уже шесть лет в сообществе, но я до сих пор получаю инсайды. И буквально вот вчера, сегодня, я вот сейчас вам интересные вещи расскажу, ко мне пришли новые инсайды, понимания наших денежных потоков. Вот, поэтому те, кто с нами будет до конца, я, кажется, поделюсь этой интересной информацией. Дальше, друзья мои, дальше эти денежные средства с крупной банковской системы распределяются в рынок. На систему распределения мы с вами, как обычно люди, и так же, как люди в любой стране, не могут без потрясений повлиять. Поэтому, как бы, все, что у нас остается, это рынок. Рынок – это система перераспределения денежных средств между людьми. И деньги – это, прежде всего, надо вот четко понять, деньги – это игра. Это игра людей. Мы придумали деньги, и мы в нее играем. Понимаете, да? Конечно, не мы с вами придумали деньги, и, как говорится, мы родились уже в этой системе. Вот. Но было время, когда денег было не так много. Кто-то бартером, кто-то услугами друг другу оказывал, да? Вот. И вообще деньги были, как просто инструмент, средство обмена, да? То есть, когда, помните, там смотрели какие-то сказки, на ярмарку приезжали много там телег со всеразными товарами, со всей, допустим, края или области, да? И люди начинали там обмениваться. Было очень сложно, да, понять, ну, допустим, как обменять валенки, там, не знаю, на яйца, допустим, да? То есть, сколько яиц надо на эти валенки. Есть валенки детские, а есть валенки взрослые. Вот сколько яиц надо. Три яйца или десять яиц, да? Или пятьдесят. То есть, непонятно. Поэтому придумали такую вещь, как деньги. Взяли редкие металлы, из них стали сделать монеты. И эти монеты, соответственно, принимались как универсальное средство обмена. Вот и все. Но наш мир меняется стремительно. Сейчас у нас даже не то, что нету этих золотых монет. Это считается диковинка. Вот. Это считается как бы что-то невероятное. Вот если бы сейчас мы с вами пришли, бы вы в магазин и положили золотую монету и сказали бы, дайте мне там то-то, то-то, то-то. Посмотрите на глаза продавца, который посмотрит на вас и скажет, боже мой, что это такое, да? Вот. А раньше, представьте, это было нормально, возможно. И как бы кто-то приходил, рассчитывался золотыми монетами, кто-то рассчитывался серебром, кто-то медью. Представляете, это нормально было? То есть три системы расчета было. И сейчас это просто не влазит на наш человеческий мозг. И на данный момент, на данный момент, спасибо, вот Венера поздравляет меня с юбилеем, спасибо большое. Да, шесть лет эти пролетели. И честно скажу, я просто настолько как бы воодушевлен тем, что наше сообщество реально бурно развивается. И то, что я увидел за эти шесть лет, это реально, ну, уважение стоит и как бы очень дорогого стоит. Вот. Поэтому в этом рынке, в этом рынке мы с вами обмениваемся деньгами, да? За товары, услуги, у кого-то что-то покупаем. И вот у нас постоянно происходит обмен вот такой, да? Так вот, это называется огромная система перераспределения денежных средств. И в этой системе перераспределения сейчас в нашей обычной системе у нас работают волчьи законы. То есть человек ввел человеку волк, поэтому максимально никому не доверяй, иди в банк там и все. Вот банк тебе твой лучший друг. Мы в это поверили. Мы перестали доверять друг другу. Вот. И в этой системе друг у друга люди, по сути дела, сейчас начали как бы за счет каких-то манипуляций начали, по сути дела, добирать денежные средства. И поэтому самый слабый, самый там уже пожилой, самый, кто не имеет каких-то ресурсов, он уже вообще не защищен в этой системе. Ему дают просто маленькую подачку, чтобы он просто тупо не сдох. Вот. И мы в этой системе вот здесь вот в уголке объединились и сказали, что мы немножко как бы не согласны. И вот Дмитрий Васадин начал моделировать еще с 2006 года наше сообщество. Он сказал, я не согласен с этой системой распределения денежных средств, потому что мы живем на планете Земля. Это очень богатая, красивая наша планета. Она изобильна. Это это планета, где есть все. И по древним ведическим писаниям, древним ведическим писаниям, у нас на нашей планете могут жить одновременно, если мы будем жить в гармонии с матушкой природой, много десятков миллиардов человек. Безбедно. Понимаете? И всем всего хватит, и все будут счастливы. Но, как говорится, в связи с тем, все мудрецы, философы, астрологи, которые те, кто более-менее начинает понимать, то есть, что такое наша Солнечная система, говорят, что планета Земля это срединный мир. Срединный мир. Это, по сути дела, пограничная планета между темными сторонами космоса и светлыми. Мы находимся на краю галактики под названием Млечный путь. Не забывайте, какой наш настоящий адрес. Если вы будете переписываться в будущем с другими, как говорится, жителями других галактик, не забывайте написать, что Млечный путь, Солнечная система, планета Земля, вот это ваш настоящий адрес. Вот. Так вот, мы находимся на пограничных областях космоса нашей галактики Млечный путь. И иногда наша планета, Солнечная система, вернее, залетает в темные рукава космоса, а иногда возвращается к центру Вселенной, где более идет свет, свет от нашей галактики. Вот. За счет этого на нашей планете Земля часто происходят определенные моменты, да. Иногда люди засыпают и начинают более низковибрационными становиться, иногда просыпаются, и начинается вот этот рассвет. Так вот, сейчас вот как раз идет вот этот рассвет. В ближайшие тысячу лет идет хороший подъем, тысячу рассвет, да. Но мы сейчас находимся в эпоху Кали-Юги, если кто немножко ведические писания и вообще систему изучал, это спад, это спад, да. Но вот в этом спаде есть подъем, а есть спуск. Но тренд идет на спад, но сейчас идет маленький подъемчик в тысячу лет. Поэтому, друзья мои, поздравляю вас, что вы находитесь на вот этом вот подъемчике, тысячу лет мы сможем вам с вами зародить какое-то очень интересное все-таки объединение людей, которые живут немножко по другим законам, по тем законам человеческим, где человек стоит во главе угла, а не деньги, не золотой телец. Именно поэтому Дмитрий Васадин не согласился с этой системой распределения денежных средств, где 1% уходит, где, в смысле, 90% ресурсов уходит к 1% населения нашей планеты. Именно поэтому мы здесь объединились с вами и создали свою систему перераспределения денежных средств. Сейчас я вам о ней расскажу. Но прежде всего я еще раз вам хочу рассказать о том, что, друзья мои, мир очень серьезно изменился и меняется стремительными шагами каждый день. Вспомним, после пандемии как нас закрыли, мы нереально были в шоке и не понимали, что происходит, как долго это будет происходить. Мы были, по сути дела, к этому не готовы. После СВО как мир изменился и продолжает дальше меняться стремительными шагами. После введения цифровой валюты сейчас вот в России в данном случае ввели и посмотрим, как это будет меняться. Но то, что он изменится, это 100% и будет меняться дальше. Сейчас многие страны будут стараться центральной банке пропихивать эти цифровые валюты. Как изменился мир с помощью нейросети? Уже как год чуть больше даже нейросеть пришла в нашу жизнь. Скажу честно, 3-5 лет рынок труда полностью перекроется. Полностью перекроется, вернее, это правильно будет так сказать. И все профессии, которые мы сейчас видим, уже пропадают у нас. Если взять, допустим, Иннополис, интересный город, да, войти, Талиста, Татарстана, где уже нет ни таксистов, ни курьеров, ни официантов, ни продавцов. там уже нету ни таких вот разных рабочих профессий. Там все делают роботы. И на данный момент это будущее, и то будущее, которым идет наша цивилизация, пускай он технократический мир, но тем не менее он идет, и мы должны меняться и видеть тенденции, тренды. Вот. И самые старые методы заработка тоже потихонечку отмирают. И остается только один основной вид заработка это, конечно же, инвестирование. Но даже сам смысл этого термина, друзья мои, сегодня очень серьезно изменился. Если раньше это была акция, облигация, недвижимость, классика, то сегодня это любое вложение. Инвестирование это сегодня любое вложение. Времени. Вы, допустим, вложили времени для прочтения книги и стали немножко умнее в себя вложили время. Вложение ресурсов, денег, материальных, нематериальных активов. Даже сегодня картинки NFT продаются за несколько миллионов долларов. И это считается активом, друзья мои. Мир сошел с ума. Люди покупают участки на Луне, на Марсе, распиливают, еще не научились жить на планете Земля, уже распиливают Луну и Марс так и никогда за всю свою жизнь на них туда и не побывают, не успеют посадить, как говорится, даже картошку там, поэтому, но тем не менее, считают это шикарными активами, друзья мои. Мир меняется, нам нужно тоже изменяться вместе с ним. Не изменять себе, а менять свое отношение к миру и учиться. Вот что важно. И на данный момент выживет не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. И поэтому наше сообщество тоже активно меняется. И вот уже более четырех лет создало шикарнейший инструмент, к которому мы шли долгие годы и наконец этот инструмент мы с вами изобрели, родили, модернизировали, можно сказать так, это денежные потоки. Это наш психологический, математический, разновременной денежный инструмент. И причем инвестирование в денежные потоки можно начать с абсолютно любой суммы. И на данный момент вы, думаю, понимаете, что инвестирование оценивается всегда двумя параметрами. Это прибыльность и риск. Можно брать какие-то проекты типа казино, где риск максимальный, прибыль тоже у нас максимальный. И шанс, что 1 к 37 вы окажете выигрыши. А вот шанс хозяину, что он выиграет, потому что он создал эту систему, 37 из одного. То есть у него шансов в 3700 раз больше, процентов, на 3700 процентов больше. Друзья мои, поэтому очень хорошо думайте, в чем, как говорится, вы где-то в интернете лазите все, где вы, в чем участвуете. Любой коммерческий проект прежде всего заинтересован в свою сторону, в сторону хозяина, учредителя. Мы не коммерческая организация, мы не коммерческий проект. И доходности нет у нашего фонда. Вся доходность распределяется среди участников сообщества. И целью создания наших фондов коллективного самообеспечения это, конечно же, обеспечение ресурсами наших участников. То есть тупо накормить народ, а потом уже ввести его в светлое будущее. И это самая главная цель. Теперь давайте рассмотрим другой инструмент инвестирования государственной ценной бумаги. Там риск минимален, но и прибыль тоже минимальна. От 3 до 5 процентов. Хотя я бы даже сказал, что этот инструмент настолько неинтересен, даже несмотря на свой минимальный риск, что инфляция сейчас в 7-10 процентов полностью пожирает даже всю эту прибыль. Поэтому на данный момент это, по крайней мере, в нашей стране с нашей инфляцией, я думаю, во многих странах мира это надежный, но не очень интересный инструмент. У нас же в проекте идеальное сочетание прибыли и рисков. Причем у нас самонастраиваемая стратегия. Вы сами имеете доступ к вашему кабинету. Если, кстати, у вас кабинета еще нет, обязательно зарегистрируйтесь. Обязательно возьмите ссылку у того человека, который вам дал эту информацию и зарегистрируйтесь, и у вас будет доступ ко всей информации. Это вас ни к чему не обязывает, но поможет вам разобраться. А это самое ценное, потому что в нашей информационный век, мы уже 23 года живем с вами в информационном веке, самое ценное, самое дорогое это информация, друзья мои, информация о наличии каких-то возможностей, поэтому не просто вы так оказались сейчас здесь, не просто так, я бы сказал, что вы счастливчик по-настоящему, остановитесь и разберитесь, потому что это самый главный навык инвестора остановиться и разобраться. и когда у вас на данный момент будет кабинет, вы сможете самостоятельно выстроить всю стратегию и либо полностью хотя бы разобраться в цифрах. Если у вас нет вашего пригласителя, то вот бот раскидывает там список лидеров-консультантов, в этом списке Андрей Алексеев я тоже есть, можете написать, выбрать любого, написать личное сообщение, кто вам срезонирует по сердцу и попросить ссылочку на регистрацию. Еще раз повторюсь, регистрация вас ни к чему не обязывает, но у вас будет доступ к кабинету, где вы сможете все внимательно почитать и подумать. Дальше. Какие инструменты есть у нашего сообщества в наших фондах коллективного самообеспечения? Это, прежде всего, я выделил 17 денежных потоков. Это 17 возможностей, через которые вы можете их активировать и эти 17 возможностей могут давать вам разные денежные потоки в разное время. Давайте сейчас я вам расскажу о пяти видах денежных потоков. Это о тех видах, которые есть у нас в нашем кабинете. И сейчас, на данный момент, вы можете открывать некоторые потоки по шикарным акциям. Сейчас буду вам о них рассказывать. Это, прежде всего, стартовый поток, друзья мои. Он учит правильные стратегии инвестирования. Это красная закладочка в вашем кабинете. Называется СП, стартовый поток. Учит правильные стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал. Друзья мои, походу, дает очень хорошую прибыль за все время своей работы. А это 10 месяцев, чистая прибыль 150 процентов за 10 месяцев. И 20 периодов, это один период в стартовом потоке, это 2 недели. 10 месяцев, это 20 периодов по 2 недели. Именно поэтому стартовый поток рекомендуется для всех новых участников. И как раз, друзья мои, сегодня, завтра заканчивается у нас акция на запуск стартового потока. Акция состоит в том, чтобы все и каренси на подтяжку к данному потоку идут в подарок. А это сейчас очень приличная статья расходов. Именно поэтому, допустим, вы захотели запустить на 10 тысяч стартовый поток, и каренси там будет ориентировочно 180, по-моему, с копейками. Если мы даже умножим где-то это на 20 рублей ориентировочно, чтобы проще было считать, это больше 3 тысяч. Поэтому, друзья мои, 3 тысячи, по сути дела, вам будут в подарок. За счет и каренси у нас идет огромная прибыль в наших стартовых потоков, 150%, извините меня, на дороге не валяются однозначно. Идите, положите в банк деньги, вы год их видеть не будете, навыки никакие у вас развиваться не будет, вы финансово не станете грамотным, и вам дадут только-только где-то, не знаю, дай бог, если 10% дадут, то слава богу. И дай бог, чтобы еще банка не забрали лицензию, и вы вообще бы все это дело не потеряли. Поэтому, друзья мои, очень внимательно думайте, что вы делаете с деньгами, набирайте грамотность, набирайте общее видение тех финансовых моментов, которые происходят сейчас в этом мире, и учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Это, наверное, все самое ценное, что мог оставить после себя Владимир Ильич Ленин, вот, это именно вот эта фраза, учиться, учиться, еще раз учиться. Но вопрос, чему учиться, это нам никто не сказал, поэтому нам надо это разобраться самим. Это квест, жизнь, наши друзья мои, это квест, так поэтому вы научитесь в потоках разбираться в нашем финансовом квесте, и вам легче станет разбираться в жизни, поверьте мне. Следующий очень шикарный инструмент, это быстрый поток, деньги на каждый день. Быстрый поток подразделяется на быстрый, обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Обычный быстрый поток, он работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и каренси. Супербыстрый поток, работает 2 недели всего лишь, это самый короткий поток из наших вообще потоков, которые есть в нашем кабинете. Этот поток для ваших коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки начисления премии, друзья мои. И это шикарный поток. Меня очень любят мои участники предприниматели. Они запускают супербыстрые потоки, быстрые потоки, очень хорошо обходят сезонность, прокручивая оборотные средства, потому что, как правило, в сезон оффлайн-предприниматель зарабатывает, а вне сезона оффлайн-предприниматель вынужден проедать оборотные средства. Так вот, это огромнейший инструмент спасения, я бы даже сказал, потому что деньги находятся в постоянном доступе, каждый день мы начисляем, каждый день мы выводим денежные средства, даже, кстати, в нашем фонде каждый день мы получаем деньги, друзья мои, каждый день мы нажимаем кнопочку и каждый день мы выводим деньги, представляете, да? Такого нет нигде, ни один коммерческий проект это не делает и никогда делать не будет. Вот, это потому что невыгодно, это я вам говорю как человек, который 10 лет занимался разными видами бизнесов, это невыгодно, выгодно крутить оборотными средствами, крутить, 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 а потом чуть-чуть дать в виде зарплаты, все, либо каких-то там бонусов по концу года, но это невыгодно каждый день людям раздавать деньги, не, по сути дела, проедая, как бы, оборотные средства, просто распыляя на ветер, да? Но в связи с тем, что задача у нас, наоборот, распылить деньги на всех участников нашего сообщества, чтобы народ тупо наелся, тупо остановился, понял, что надо как это в жизни менять, у него появилось время, ресурсы, выкупить себя из системы, из нужды постоянно зарабатывать эти деньги, да? Вот, и начал задумываться о своем личном развитием. Вот это задача, вот это основная задача наших кассов взаимопомощи. И тот, кто правильно будет идти по этой задаче, выполняя ее, у того, в ближайшие полгода, год, жизнь кардинальным образом изменится. Следующий шикарный поток, это растущий поток, это сложный финансовый инструмент. Это не линейные инвестиции, поэтому попытайтесь его со временем понять. Но, если вы его поймете, этот поток мы называем базовые деньги на жизнь. Поток, который растет в течение шести месяцев с момента последнего его пополнения. мы его называем еще раз базовые деньги на жизнь. Это тот поток, с помощью которого наши участники многие гасят кредиты полностью, ипотеки, покупают машины, квартиры. Поэтому это такой очень мощный поток. Этот поток любит большие деньги, этот поток любит крупные взносы, и чем крупнее взнос, тем больше он дает. И так он устроен. И, конечно же, он растет со временем. Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в миллион 375 тысяч, ваш миллион в 3 миллиона, 3 миллиона, 9 миллионов, и так далее. Ирина, звук пропал? Только у вас звук пропал или у всех? Друзья, ответьте. Все нормально. Все нормально. Нормально. Значит, выйдите из группы обратно, войдите, и, я думаю, все восстановится. Вот, и проверьте связь с интернетом, бывает он плавает. Растущий поток нужно выращивать в копилке, и чем больше мы его выращиваем в копилке, тем больше у нас идут начисления. Начинается начисление от 0,3% и каждый день прибавляется на 0,01%. То есть первое ваше начисление будет 0,3% от вашего взноса. Потом идет от, вернее, величины денег в копилке. То есть 100 тысяч превратилось в 250 тысяч в потоке, и первый день вы нажимаете на кнопочку 0,3% от 250 тысяч от общей суммы в потоке вам каждый день будет начисляться. Потом на второй день 0,31, 0,32, 0,33, и пока вы взращиваете вашу сумму в копилке, пока она у вас растет, у вас будет постоянно идти начисление. И вот можно от 0,3% догнать до 1%, многие даже до 1,5%, до 2% в день догоняют. И задача растущего потока полная, чтобы деньги перетекали плавно из потока в копилку, из потока в копилку. Это инструмент без обязательного пополнения. Вы сами решайте, когда и на какую сумму вы будете его пополнять. Но цель растущего потока это как бы если участник словит эту мысль, мудрость, то этот инструмент шикарно будет его обеспечивать. Цель, задача участника постоянно поддерживать рост начисления ежедневный. То есть сделать стратегию таким образом, чтобы начисления постоянно росли все большим, большим величиной. Вот, растущий поток учит терпению, прорабатывает в нас жадность и страх потери. Самых главных, как говорится, два бича, которые людям с бедным мышлением не дают возможности реально выйти из кресиных бегов. Это жадность и страх потери. Жадность заставляет постоянно бегать, бегать, бегать за деньги где-то, ради денег, да, а страх потери боится, кто-то боится рисковать, там, что-то делать, да. Но, друзья мои, я вот сейчас вот закончу про потоки и постараюсь вам передать свой инсайт. У нас настолько запрограммирована как бы мудрость в наших потоках и вот сегодня буквально вчера начал, сегодня продолжил продумывать этот инсайт и скажу вам честно, это потрясающе. Сейчас я вам расскажу. Накопительный поток это следующий у нас фиолетовая такая закладочка НП называется, накопительный поток, мы его называем деньги на будущее, это наш пенсионный фонд. Стратегия от 3 до 25 лет, минимальный заход, вернусь, минимальный заход у стартового потока сейчас 5 тысяч, у быстрого потока минимальный заход это обычного быстрого потока это 3 тысячи, в супербыстром потоке это 5 тысяч, в растущем потоке даже это 1 тысяча вы можете начать понимать, как это устроено, в накопительном потоке это тоже 1 тысяча, даже с 1 тысячи вы можете начать, вам так устроено, что есть два периода, Первый период – это накопление, и второй период – это период выплат. Поэтому сначала мы накапливаем. Три года, допустим, если мы выбрали этот период трехгодовой, потом три года мы получаем. Допустим, если взять минимальную стратегию, по одной тысяче мы с вами накапливаем, и пять тысяч мы будем с вами получать в течение трех лет. Поэтому, друзья мои, это хороший шикарный инструмент. Я думаю, что деньги в будущем также будут, потому что не вижу просвета в движении нашей цивилизации, и на данный момент это хороший поток для того, чтобы подумать о будущем. Следующий шикарный поток – это поток удачи, друзья мои. Это наша беспроигрышная лотерея 5 из 30. Друзья мои, мы ее усовершенствовали. Раньше у нас было 5 из 36, но сообщество всегда идет навстречу, делает статистику по результатам взаимодействия всех участников и понимает, как лучше сделать для того, чтобы накормить народ. Поэтому принято было решение 5 из 30, то есть увеличить шанс выигрыша джекпота, поэтому джекпоты сейчас будут выигрываться еще более быстрее, чем раньше было. Правила лотереи вы можете обязательно прочитать в кабинете, для этого вам надо, конечно же, зарегистрироваться, поэтому возьмите ссылочку у вашего пригласителя, тому человека, который дал вам эту информацию. Если его у вас нет, то обязательно вот там бот вверху раскидывает список лидеров-консультантов. Обязательно, конечно же, пишите в личные сообщения. В этом списке я тоже есть. Меня зовут Андрей Алисеев. Выбирайте любого, который вам по душе. Это очень важный, кстати, момент, друзья мои. Это крайне важный момент, потому что вам с вашим пригласителем-лидером жить вместе, вам получать от него консультации, поэтому, друзья мои, выбирайте себе по душе. Это очень важный момент. Вот, и чтобы потом не было никаких там этих беготней там где-то, эмоций и так далее. Выберите по душе и живите с ним всю вашу жизнь, наслаждаясь вашим наставником. Поэтому прислушивайтесь к своему сердцу. Берем ссылочку и регистрируемся и разбираемся в нашей лотерее. Нажимаем первую кнопочку LT, называется черная закладочка. Читаем правила лотереи. Там все написано. Классическая лотерея стоит 100 рублей, синяя лотерея стоит 500 рублей, золотая лотерея стоит 1000 рублей. В классической лотереи джекпот у нас составляет 300 тысяч рублей, в синей лотереи у нас джекпот составляет миллион и полтора миллиона у нас в золотой лотереи. Поэтому играйте, друзья, и выигрывайте. Так же, как делают наши многие участники каждый день. Дальше. У нас есть еще два очень мощных вспомогательных потока. Это поток называется бонусы, либо вознаграждение за развитие проекта. В связи с тем, что наше сообщество не дает рекламу, весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров. Именно поэтому есть такие поощрительные бонусы, как бонус реферальных начислений за ваших лично приглашенных. От 2 до 5 процентов, от до 7 процентов в зависимости от потока. Поэтому заходим, читаем во вкладочке вознаграждение за развитие проекта и, как говорится, вы будете в курсе всей информации. И второй шикарный бонус – это когда уже человек разобрался с тем, как работают потоки, построил свою команду минимум в 10 человек со своей первой линии, и он хочет развиваться как бы уже больше по карьерной лестнице, то у него есть возможность пройти соответствующее обучение, собеседование, сдать экзамен у топ-лидера и получить статус лидера. Лидер уже приобретает еще один денежный поток, это называется командный бонус. Ему открывается глубина в лидерских ячейках, в своих лидерских ячейках до 7 уровня, в ячейке своих участников, которые он консультирует как лично, как лидер, до бесконечности. И, конечно же, лидер получает еще один доход, это, конечно, со своих денежных потоков. Поэтому лидерам быть выгодно, и те, кто хотят, действительно, тем, кто откликнулась, как бы вот эта идея нашего сообщества, тем, кто хотят развиваться в нашем сообществе, может воспользоваться этой возможностью. Поэтому вот уже много лет наше сообщество, а это несколько сотен тысяч людей, инвестирует в денежные потоки. Хорошо, что вы сейчас узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет однозначно проще. Мы каждый день нажимаем кнопочку, каждый день производим начисление себе, и каждый день мы можем вывести свои денежные средства. Кто-то выводит, кто-то реинвестирует, кто-то по своей личной стратегии идет развивать свой кабинет. Это можно у нас, и причем не обязательно приглашать, у нас нет обязательных приглашений. То личное, то, как говорится, подростковый период мы уже давным-давно прошли. Сейчас хотите – приглашайте, хотите – не приглашайте. Это дело, как говорится, каждого участника. От этого, как говорится, сообщество никак не победнеет, не разбогатеет. Все делается на доброй, как говорится, воле. У нас сообщество свободных людей. У нас, можно сказать по-другому, онлайн, децентрализованное сообщество свободных людей, которые по ценностям своим объединились для того, чтобы объединить свои активы и помочь каждому участнику нашего сообщества. Именно поэтому денежные потоки – это не какой-то проект в интернете, это маленькая часть огромного замысла. Замысла по созданию параллельного финансового мира, того мира, который не зависит от мировой финансовой системы, и в этом мире, у которых у всех будет все хорошо. Именно поэтому создано наше сообщество для того, чтобы у вас, у всех было все хорошо. Я со стопроцентной уверенностью, вот за мои 6 лет нахождения как участник в нашем сообществе, я могу с стопроцентной уверенностью сказать, что когда вы полностью разберетесь с потоками, вы поймете, что такого проекта, друзья мои, у вас не было и никогда не будет. Поэтому обязательно регистрируйтесь, обязательно разбирайтесь с этой информацией. Успех от слова «Успевать», успех от слова «Видеть возможности», кнопочку нажимаем каждый день, вывод средств, каждый день приглашать надо. Не обязательно, инфраструктура у нас создана просто потрясающая. У нас есть 4 фонда коллективного самообеспечения. Первый в российских рублях, дальше в евро, испанский, общеевропейский и польский, в злотых. Это вот там, где очень обильно развивается наше сообщество. Появятся страны, где будет еще развиваться, возможно, и там, и в них будет как-то по языковому, наверное, принципу образовываться наша касса взаимопомощи. Дальше у нас есть два криптовалютно-платежных сервиса. Это Сберкасса и Монистораж. Сберкасса в основном работает на постсоветском пространстве, Монистораж работает в западной финансовой системе. Дальше у нас есть наша криптовалюта e-currency, причем это не токен, не коин, это currency. Currency – это как бы универсальное платежное средство. И именно сейчас по этой технологии пошли развиваться также как бы центральные банки. Под технологией CBDC – Central Bank Digital Currency. И на данный момент мы эту систему уже используем более пяти лет. А центральные банки только сейчас начинают внедрять эту технологию. А мы уже ей пользуемся более пяти лет. Мы также можем майнить нашу криптовалюту e-currency. У нас есть облачный майнинг. На этом тоже можно зарабатывать в будущем. Всем, кто разберется с этим делом, тоже могут майнить криптовалюту e-currency. Это, конечно, долгосрочные инвестиции. Это не потоки вам запускать как бы на месяц, либо на несколько месяцев. Это долгосрочные инвестиции. Поэтому это уже следующий этап после того, как вы разберетесь с потоками. У нас есть полностью свой блокчейн, друзья мои. А это вообще дорогого стоит. С огромной скоростью транзакций. И когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами, вы познакомитесь с нашими кошельками и начнете делать транзакции. Вы поймете, как все быстро происходит. Это все благодаря нашему собственному блокчейну. У нас есть также наша нейросеть обучаемая, которая уже больше полтора года обучается. И нас обучает, как говорится, перераспределять денежные средства по безопасным алгоритмам внутри нашего сообщества. Поэтому, друзья мои, у нас есть абсолютно все. И это не предел. У нас еще есть много проектов на стадии запуска и, как говорится, разработки. Поэтому, друзья, дабы вы были к этому готовы. Поэтому разберитесь сначала с тем, что я уже перечислил. Поверьте мне, вам уже и там всего хватит абсолютно 17 денежных потоков. Сначала запустите себе, потом пойдем дальше. Поэтому я с радостью сейчас отвечу на ваши вопросы. И сейчас, да, инсайт я свой расскажу, так как уже, кажется, вам немножко об этом озвучил. Смотрите, друзья. Наши денежные потоки устроены по природным принципам. Природным принципам, да? Когда вы садите картошку, вы отдаете природе несколько или один или два клубня. Помните? Каждый садил картошку. Помните? С лопатой, да? Один или два клубня вы отдаете природе. Он, этот один-два клубня растворяется в матушке природе, растворяется в земле, дает соответствующий побег. Из него получается 5-10 картофелин. Помните, да, этот момент? У нас то же самое. Вы садите свой стартовый поток, он растворяется в нашем сообществе и дает все больше, больше, больше вам прибыли. Так же, как и растущий поток. Вы растворили свои денежные средства в нашей общей системе, и система начинает вам давать побеги. И идет начисление все больше, больше каждый день. У нас природные процессы, друзья мои. А природные процессы – это вечные процессы. Вот в чем еще большая система. Это вечные процессы. И когда многие участники не понимают, откуда берутся деньги, надо понять сначала, откуда берется картошка, друзья мои. Вот когда вы поймете, откуда берется картошка, вот вы поймете тогда, откуда берутся деньги. Попробуйте посадить картошки, если у вас нет этого опыта жизненного, попробуйте. Вот у нас будет скоро весна, в мае посадите хотя бы 10 кустов картошки, отжалейте 10 клубней картошки, не съешьте ее сами, а ее надо посадить. Вот, даже иногда, если клубень большой, его даже можно разрезать, и он все равно из него вырастет. Представляете, диво дивное, какое природа матушка может сделать. Вот, посадите картошку и поймете, что оказывается в природе такое возможно. А почему такое возможно? Потому что у природы есть вся инфраструктура, чтобы это делать, чтобы перераспределять микроэлементы через свои инструменты. Ведь за то время, когда растет картошка, у вас перераспределяются все микроэлементы из почвы в картофель. Дальше картофель растет, идет солнечная энергия, перераспределение в разное время солнечной энергии, влаги, дождь идет, много факторов. Это целая система, живая инфраструктура, и благодаря этой всей системе живой начинает идти, с одной картофелиной начинает идти 5-10 картофель, доход начинает, понимаете, идти. Мы подтягиваем криптовалюту и каренси, используем всю нашу инфраструктуру, и плюс используем тот момент, что нас в сообществе несколько сотен тысяч. А природа матушка использует микроэлементы, солнечное тепло, воду, дождик, да, использует все это, подтягивает это к данному клубню. И получается приумножение, друзья мои. Поэтому у нас заложены природные законы, поэтому работают надежные инструменты. И причем многие новые участники не понимают, как это все. Они говорят, ну вот, новички не будут приходить, как бы все остановится, друзья мои. Это ничего не остановится. Вы не сравнивайте с пирамидой, это вещи совершенно другие, да. У нас нет ни первых, ни последних, ни верхов, ни низов. У нас одноранговая сеть. У всех алгоритмы распределения денежных средств в ваших личных потоках. Не важно от того, приглашаете вы или нет. Не важно от того, что вы новичок, лидер, либо вы там топ-лидер. У вас везде, если стартовый поток и 10 периодов, то 10 периодов. Если стартовый поток дает определенное начисление от вашего номинала, то он дает всем поровну. Если растущий поток начисляет 0,3%, начисляет он всем поровну. Не важно, вы новичок, лидер, топ-лидер, обычный участник. Понимаете, друзья, в чем прикол? Так же и в природе, матушка. Вы посадили клубень. Рядом еще один клубень. Еще, еще. Но природа светит своим солнцем, дождиком, всем поровну, друзья мои. Дождиком поливает всех поровну. Но в зависимости от того, какой вы клубень посадили, большой или маленький, он будет быстрее, либо медленнее расти. Понимаете, да? Вы сделали, вот откроете стартовый поток на 10 тысяч или на 20. От этого тоже будет все зависеть. Вы внесете в растущий поток 10 тысяч или миллион. От этого тоже будет зависеть. То есть, насколько вы сделаете себе задел, задел. Сейчас просто многие оторвались от земли. Многие, по большей части, в городах. У многих, сейчас вот у поколений, которые родились в 90-е, у них очень, не у многих, вернее, есть, как бы, вот эта взаимосвязь с матушкой природы. Именно поэтому они больше сейчас пошли по технократическому пути. Им сложно понять вот это все. А для того, чтобы понять, надо просто, как бы, вернуться опять к матушке природы и начинать разбираться. Именно поэтому у нас потоки, так же, как и в природе матушки, у нас растянуты во времени они. То есть, вы не сразу сможете закинуть клубень картошки в землю и завтра сразу же получить 10. Вы этого не сможете. А постепенно, постепенно должно пройти определенные циклы. Дождь, свет солнечный, тепло, микроэлементы поменяться должны. Может быть, вы там навоза немножко подкинете, еще будет что-то лучше идти. Должно пройти время, так же у нас должно пройти время, чтобы ваш поток вырос в большое, огромное, обильное денежное дерево и начало заваливать вас плодами. Для этого нужно время, силы, ресурсы и так далее. Поэтому, друзья мои, обязательно используйте вот эти наши природосообразные, я бы даже сказал, потоки. Это те потоки, которые могут вас со временем дать вам шикарный урожай, дать вам шикарную денежную систему, денежный дождь, можно сказать, не знаю, там, плоды вашего денежного дерева. Используйте эти потоки обязательно. И, конечно же, взращивайте их, любите, хольте, лилейте, подкармливайте, реинвестируйте иногда, когда вы этого хотите. Ну и, конечно, не забывайте наслаждаться плодами нашей системы. Потому что цель ее – это не играться с циферками в вашем кабинете, а цель – накормить вас, как участников нашего сообщества. Теперь, друзья… Андрей, простите меня, что я не мешалась. Чтобы посадить картофель, у картофеля тоже существует график. Чтобы набрать силу, ей нужно 90 дней. Вот через 90 дней она созреет, эта картофель. Шикарно. Через 90 дней, да, в растущем потоке вы сможете практически сделать те же самые начисления. То есть, если вы зашли на миллион, ориентировочно через 90 дней у вас будет миллион. Вот, видите, как все устроено, круто. Спасибо, Любовь. Это правильно, да, 90 дней нужно матушке природы минимум, да. Так же, как и у разного растения по-разному. Поэтому у нас разные инструменты. У нас быстрый поток – это один инструмент. Скороспелка, да, допустим. Посадили вы там, не знаю, редиску. Редиска за месяц вырастает. Считайте, что быстрый поток – это редиска, да. Вот. Считайте, что как бы растущий поток – это картошка, да. А стартовый поток, он чуть дольше. Можете сейчас мне помочь привести пример, с каким растением можно это все сочетать. Вот. Допустим, вот накопительный поток – это однозначно яблоня. Вот это яблоня. Три года вот саженец растет, растет, и на третий год яблоня начинает давать шикарный результат. Есть период накопления силы у яблони, есть период выплаты, как говорится, да. Также вот яблоневого сада. Поэтому, друзья мои, у нас шикарнейшее сообщество, шикарнейшие инструменты, у нас шикарнейшие денежные потоки. И потоки работают всегда, потому что мы с вами, как старые участники, которых несколько сотен тысяч в нашем сообществе, постоянно пополняют свои потоки и постоянно получают с них прибыли. Постоянно пополняют и постоянно получают. Постоянно каждый год вам надо садить картошку, чтобы с нее получить прибыль. Постоянно, постоянно садить редиску, чтобы редиска отдала урожай, понимаете, да. То же самое делаем и мы. У нас шикарнейший поток. Именно поэтому редиска у нас каждый год, именно поэтому картошка у нас каждый год, именно поэтому яблоки у нас каждый год и так далее, понимаете, да. Именно поэтому деньги у нас есть всегда и будут всегда у нашего сообщества. У нас настолько шикарнейшие инструменты, друзья мои, что это просто я диву даюсь. И каждый раз получаю еще больше инсайты о том, как это все устроено. Я уже здесь 6 лет, я далеко, ну, не самый глупый человек, я не самый умный, но и не самый глупый человек, но до сих пор вот это все начинает устаканиваться в моем сознании, поэтому, друзья мои, изучайте, погружайтесь, начинайте получать свои же интересные образы, и у вас абсолютно все получится, поэтому микрофоны у всех включены, можете задать какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу, и, как говорится, пойдем дальше, у нас прекрасный субботний день. Кто первый? Тот успешный, любовь вот первая вообще была. Кто хочет поделиться результатами, задать вопрос, либо каким-то инсайтами, может, своими тоже, кто-то может, хочет похвастаться, сколько денег получил за эту неделю там, допустим. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я еще не могу сказать, не в какой поток не вошла, но я зарегистрировалась. Дмитрий, подожди, давайте девушке уступим, Татьяна сейчас, и потом ты. Хорошо, спасибо, Дима. Татьяна, слушаем вас. Я еще никуда, ни в какой поток не вошла, я только зарегистрировалась. Вот, ну вот вы сейчас там с картошкой, там с редиской, мне это, честно говоря, далековато. Вот, но меня все-таки интересует, а как вот эти в личном кабинете написано, откуда деньги? Деньги всегда от людей, неважно, какой вы пойдете, не знаю, проект, куда вы пойдете, деньги всегда от людей. Это прежде всего. У нас касса взаимопомощи нового поколения, вот, сообщество наше развивается больше 10 лет. В нашей кассе взаимопомощи просто другие алгоритмы перераспределения денежных средств по справедливым законам. Если вы пойдете в коммерческий проект, то там будет система перераспределения денежных средств по закону пирамидального плана. То есть максимальная прибыль пойдет серым админом, пойдет в верхушки сетевиков, пойдет, не знаю, там, основателю, хозяину, вернее, хозяину, владельцу этого проекта, понимаете, да? Потому что это коммерческий проект. Коммерческий проект – это цель заработок денег. Кому? Хозяину прежде всего, да? У нас нет хозяина, у нас основатель. Именно поэтому на данный момент деньги от людей, а в связи с тем, что у нас шикарные, очень гениальные системы перераспределения денежных средств, деньги у нас есть всегда. А в личном кабинете это написано? А можно как-то подсчитать? В личном кабинете есть формулы, по которым в данном случае вы можете разобрать каждый из потоков. Дальше. Обратитесь обязательно, вот кто у вас пригласитель, возьмите на заметку пригласитель, вот кто Татьяну пригласил, пожалуйста, дайте через вашего лидеру информацию по потокам, как каждый поток устроен. Татьяне, я чувствую, надо таблички, графики и так далее, да? Тут Татьяна математически больше мозг, Татьяне нужны таблички, графики. Скиньте, у нас куча видео, разборов, потоков, скиньте, пожалуйста, Татьяне таблички, графики. Вот лидер, кто у кого Татьяна, обратите внимание на Татьяну, пожалуйста, дайте ей информацию и дайте ей математические алгоритмы, и Татьяна все поймет, как здесь все работает. Да, у меня такой склад ума, спасибо большое, вы меня сразу поняли. Конечно, Татьяна, я инженер с двумя высшими образованиями и, как говорится, выходец из мата направления, поэтому я понимаю, как у вас, как говорится, понимание, какое у вас. У меня 22 года работы главным бухгалтером в бюджетном учреждении. Ну да, да, я думаю. У нас финансисты, бухгалтеры, и потом, через полгода, вы вот выйдете в эфир, я также буду проводить презентацию, вы выйдете и скажете, что, боже мой, я совершенно по-другому стала мыслить. Так же, как говорят все наши бухгалтера, а всего лишь, друзья мои, другая система перераспределения денежных средств, всего лишь по-другому, другие алгоритмы, понимаете, по-другому, вот, по природным законам, а природа всем поровну дает, понимаете, а пирамидальная искусственная система, в которой мы вынуждены появиться, да, она распределяет по другим законам, а здесь совершенно другие законы. Ну я поняла, просто личного опыта не было, да, и как-то вот переключиться на это без информации, как вы говорите, да, через понимание себя внутри, конечно, это, естественно, непонятно, и вопросы возникают, вот, а когда будет все понятно, тогда будет не страшно. Поэтому вам напишет ваш пригласитель, обязательно свяжитесь, обязательно с вашим лидером, и вам помогут. Есть коротенькие ролики по каждому из потока, там таблички, графики, там все, все это уже сделано, это все есть, это просто входит уже за рамки презентации, как бы, потому что цель и задача, вот смотрите, почему наша презентация, они вот такого плана больше, я бы сказал, философско-глубинного, да, потому что нам не нужны деньги, сообществу деньги не нужны, деньги у нас есть, нам нужны единомышленники. Эти люди, которые понимают, что они хотят как-то по-другому жить, они хотят жить как-то, ну, в другой системе, они понимают, что что-то здесь не так. Так, почему вот капиталистическая система колониального типа, это самый лучший инструмент, это как волк надел маску овцы, так же у нас капиталистическая система надела маску демократии, вот то же самое. А в итоге это же волк, задача подобраться поближе к овцам и схавать их, понимаете, да? Поэтому мы сейчас живем с вами вот в этой системе, где мы вынуждены бороться за деньги, вот, и кто-то, кто с этим не согласен, не хочет бороться, кто-то устал бороться, кому надоело бороться, тот может сэкономить свои жизненные силы, продлить себе жизнь разово-два минимум и начать жить немножко по-другому, более спокойно, гармонично и деньги у вас будут всегда, так же, как есть они у меня и других участников. Поэтому, Татьяна, обязательно с вашим пригласителем берите его в хапочку, в обнимку и трехсторонний созвон с вашим лидером, и потом лидер даст вам хорошие материалы, и все у вас получится. Желаю вам успеха. Спасибо большое, спасибо, благодарю, всего доброго. Так, Дмитрий, хотел поделиться. Я просто хотел поделиться, сейчас нахожусь действительно в такой вот эйфории, да, когда вы тоже раньше говорили, что надо работать своим мышлением, да, и тогда, то есть, открывать более такие потоки, да, то есть, если мы это делаем осознанно, то мы будем, наш мозг будет сопротивляться. А, сделаю потом, открою, отложу на потом, это все, да, сегодня пока там готовил, на YouTube заливал там видео, да, сидел там, пока это жду, и мне приходит инсайд, а что бы у меня не открыть там стартовый поток, растущий поток, не растущий, а этот ускоренный быстрый поток на испанке. Ну, давно уже хотел, давно это открыть, ну, и все, все, купил евро, перевел, захожу на испанскую платформу, раз, раз, и в бессознательном состоянии в таком чик-чик понажимал такой, и потом обалдел от того, что я открыл стартовый поток. С первого, конечно, как-то расстроился, а потом такое у меня, знаешь, как это, облегчение такое, понимание пришло, и у меня сразу, сразу так это, о, так а я же вот так, вот так, вот так, вот так, и у меня все складывается, и у меня уже на следующее пополнение, то есть, у меня уже выработана система, стратегия, как я это все сделаю. Вселенная, тебя, ты получила, и все, да, да, отлично, поздравляю тебя. Я благодарю сообщество, и тебя, Андрей, за ту информацию, которую вы преподносите, вообще здорово, супер. Молодец, что благодаришь и доверяешь вселенной. Да, Татьяна? Здравствуйте всем. Здравствуйте. Ну, я тоже новичок, ну, месяц я уже здесь, и я открыла уже, ну, я не знаю, уже практически потоки все, а сейчас хочу зайти на евровую платформу. Ну, почему-то я зарегистрировалась, а потоки там немножечко другие, и не могу понять, какой-то там годовой, пассивный доход. Вот нету таких, как в этом. Нет, вы, наверное, где-то не там зарегистрировались, поэтому обратитесь к вашему пригласителю, сделайте ему скриншоты. Вы, скорее всего, зашли либо на старый сайт, либо еще что-то, но вы не на действующей европлощадке находитесь, поэтому у нас сейчас нету таких. Спасибо. Если вы не разговариваете, я сейчас вспоминаю, что такие вот названия у нас у потоков были, когда мы только-только начинали их как бы развивать, да, поэтому вы куда-то не туда зарегистрировались, поэтому скриншоты скиньте вашему пригласителю и лидеру, вам помогут. Спасибо. Можно спросить? Да, слушаю, Татьяна. Здравствуйте. У вас день Татьяны. Сегодня у нас одни Татьяны, да. Круто. Ну, много, что поделаешь. Андрей, вот такой момент, я тоже как бы, ну, уже полгода, но все равно еще как следует не въеду, да. Я к чему вот пришла? Вот сейчас у меня сегодня, вот прямо сегодня, пришло поступать на стартовый поток. И те денежки, которые у меня с предыдущих приходов накопились, я хочу открыть еще один стартовый. Правильно, если я его именно сегодня же открою, чтобы потом, через две недели, мне пришло и с этого потока, и с того, чтобы я все это скопила и, как говорится, дополнила. Потому что там, если расхождение в датах, немножко приходится что-то ждать, что-то, вот этот момент можно немножко подсказать. То есть, получается, вы сегодня уже получили из тех потоков, которые у вас есть, да? Да, и вот, естественно, я с них пополнила свои стартовые, расстал констаточек, и вот он позволяет мне открыть еще один стартовый. Самый минимальный сейчас. Прям не выводя, не выводя, вы сразу открываете скопилки, подтягиваете эти деньги, и вот так вот будет все. И потом, получается, две недели пройдет, две недели пройдет, и у вас опять будет все то же самое, да? Вот такой вариант. Вот я сейчас это прямо после этого эфира сделаю. И еще такой момент. Ну вот я много слушаю эфиров, когда-то у меня бывает такая возможность, и слышу все время, что люди за полгода уже как бы успевают что-то понять и что-то получить. Но у меня пока ничего не получается. Я вот как вложила стартовый, в растущий, все потихонечку там капает. Что-то я один раз вывела, что-то я добавила. Но вот этого ощущения нет. Я так думаю, наверное, просто из-за того, что у меня мало этих потоков. Смотрите, наш основатель Дмитрий Васадин говорит, чтобы быстро стартануть, чтобы вот это ощущение очень быстро пришло, что нужно вложить столько, чтобы было немножечко жалко. Понимаете? Вот этот порог у всех разный. Вот. Если же вы вкладываете меньше в 10 раз и до вот этого момента немножечко жалко, у вас еще большая как бы в голове как бы сумма, то значит вы просто надо дальше пойти, да? До вот этого момента. То есть у каждого свой. Кому-то уже за 50 тысяч немножечко жалко, кому-то за 100 тысяч, а кому-то за миллион немножечко жалко становится. Поэтому в голове у каждого свой барьер. Вот. Потом он будет расти, этот барьер. Чем больше вы будете крутить потоками, тем барьер этот будет расти. Это называется зона комфорта, ваша финансовая зона комфорта. Поэтому на данный момент проанализируйте, задайте себе вот этот вопрос, сколько это. И вот с этой суммы постарайтесь зайти на максимальное количество потоков. И, конечно же, участвуйте в акциях. Я еще раз повторю. Первый секрет успеха в наших инструментах – это участвовать во всех денежных потоках. Это первый секрет. Второй секрет успеха – это обязательно участвовать во всех акциях максимально, насколько у вас это получается. Поэтому вот это закладка на будущее. Это фундамент на будущее. Сейчас просто довольны все наши участники, которые участвовали в летних акциях. Они просто хлопают в ладоши и говорят, слава богу, у меня хватило мозгов участвовать в летних шикарнейших акциях. И сейчас эти люди получают очень хорошую прибыль, и у них все очень хорошо. Поэтому обязательно, Татьяна, вот подумайте над этими вопросами. Если вы правильные ответы у себя услышите, после этих ответов вы идете в свой кабинет и анализируете, так ли этот кабинет, либо нет. Если же вы упираетесь в стопор ваших мозгов, что денег нет, либо их мало, либо еще там что-то, то посмотрите. У меня на YouTube-канале найдите видео, называется «Где взять свободные деньги». Посмотрите, пересмотрите все, что я рекомендую там, немножко переосмыслите все. И у вас появятся свободные деньги. Эти свободные деньги вы можете в объеме, в котором вам немножечко жалко, начать инвестировать в денежные потоки, которые вам дадут в разы больше. Поэтому, Татьяна, развивайтесь обязательно. У каждого своя скорость и у каждого свой, как говорится, уровень. Ничего страшного в этом нет, мы никуда не торопимся. Самое главное, чтобы вы все-таки дошли до того уровня, чтобы вы выдохнули. Если вы там от тысячи будете крутить, там тысячу туда, тысячу туда, вы не выдохнете. А вот когда вы уже будете отсюда брать больше, чем ваш источник дохода, то есть ваш источник дохода, не знаю, там пенсия, зарплата, неважно, стипендия. Вот, ваш источник дохода, допустим, дает вам 20-30 тысяч в месяц, да? Так вот, когда вот отсюда вы будете брать больше, чем ваш источник дохода, вот тогда вы начнете потихонечку выдыхать. Вот это первая цель. Постарайтесь поставить себе цель и от обратки себе идти уже создавать потоки. Что мне нужно сделать, чтобы прийти к, там, не знаю, 30 тысячам в месяц стабильно? Что мне надо сделать? Поэтому идете к вашему лидеру и задаете этот вопрос, что мне надо сделать из этого? Мне нужно там открыть настолько-то этот, настолько-то этот, настолько-то этот. Все понятно, все открываем, запускаем, и у вас стабильный идет доход. Надеюсь, Татьяна, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо большое. Спасибо за вопрос, он шикарный. Так, друзья мои, кто еще что-то хотел? Галина. Можно я расскажу? Добрый день всем. Да, 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 Добрый. Я, возвращаясь к вопросу Татьяны, хочу рассказать немножко о себе. Значит, в июле месяце у меня дочь взрослая, и она мне порекомендовала, скинула ссылку и говорит, значит, ознакомливайся быстро, мы заходим. Ну, для меня ее мнение всегда было очень важным, и я понимала, что если она уж согласилась куда-то зайти, значит, этому можно доверять, и я, естественно, начала разбираться. Тут же я, в тот же день, это было 31 июля, последний день акции, о чем вы говорите, Андрей, что летняя акция – это здорово, это действительно очень здорово. Я зарегистрировалась, вечером и дочь зарегистрировалась, естественно. Вот, я понимала, что нужно быстренько разбираться. Разобраться удалось, и очень быстро, в принципе, мне это очень близко, мне очень нравится. Это как шарады, решаешь для себя, и очень здорово. Но, простите, денег не было, честно говорю, чтобы вложить что-то в натяжку. Мы открыли эти стартовые, были, естественно, в прошлом и потери, были в настоящем кредиты и так далее. Хочу сказать, хотя вас один говорит, чтобы мы не пользовались кредитными средствами, но я считаю для себя, это мое личное мнение, никого не в случае. Каждый принимает сам решение, да. Мы с дочерью решили, мы взяли по 100 тысяч, кредитная карта ВТБ банка дает 180 дней без процентного периода. Мы с ней открываем сначала на 100 тысяч, открыли, причем открыли у нее поток растущий. Через три месяца мы получаем 100 обратно, накопилось уже, мы выводим и опять заводим. И мы берем еще вот эти карты по 100 тысяч, еще вносим 200. На данный момент у нас, вот если считать, это случилось впервые 10 августа, когда мы завели деньги. Можно сказать, что 10 месяцев у нас в потоке миллион 50. Поэтому, не знаю, безумно рада и счастлива, и принимайте решение, кто не рискует. Шикарно, Галина. Если вы верите в проект, верьте и рискуйте, если вот у вас так на грани. Мне 52 года, да, вроде все скажут, молодой возраст, все понятно, но мне так чувство сожаления, когда я сюда зашла, у меня было это чувство сожаления, почему я не узнала об этом раньше, 10 лет. Это такие возможности. И сейчас, вы знаете, я никогда не была сетевиком, я никогда никого не приглашала. Но у меня дикое желание кричать на весь мир, люди, одумайтесь, загляните, разберитесь, изучите. Это такая возможность, которой, может быть, в твоей жизни уже не будет, а хочется успеть многое. И если в моем окружении есть люди, которые меня спрашивают об этом, да, если вы хотите, я могу рассказать. Я немножко рассказала, она говорит, нет денег, нет денег, сколько нет, можно зайти даже с тысячи. Нет тысячи, на тебе тысячи, я тебе ее подарю, зайди и разбирайся. Без проблем я это сделаю, и если даже у меня эта тысяча последняя в кармане, я ее отдам. У меня вот люди, несколько человек зашли вот именно вот так. Поэтому ни о чем не жалею, не сожалею, еще раз говорю, рискуйте. Хочу еще одно сказать. Я за месяц стала лидером. Так получилось, ну, так получилось. Я даже не ставила эту цель перед собой. Я уже потом поняла преимущество этого всего. Но, и у нас вот все знают, наверное, что команда Захарова и Солнечная, и Галочкина собирали в Солнечногорске, была встреча. Я только сегодня утром приехала оттуда. У меня эмоции, честно вам скажу, переполняют. Быть в окружении людей, которые самодостаточны, которые, вот как говорят, окружи себя двумя миллионерами, ты будешь третий. Я в это верю, безусловно, хоть у меня сейчас его нет еще, я считаю, что, учитывая, что есть кредиты, нам нужна у дочери ипотека, мы все это закроем, все будет отлично. Но на данный момент я очень обогатилась тем, что есть друзья, есть единомышленники, есть этот фонд, которому безмерно благодарна. Если есть возможность встречаться оффлайн, встречайтесь. То, что онлайн, это однозначно здорово. Но если есть вот такие возможности, как вот даже встречи на короткие периоды, мы такими родными стали, нам так здорово. Было 12, мы не могли расстаться, я вам честно говорю. Я на сутки приезжала, потому что в последний момент номер забронировали, ну, так получилось, только на сутки был свободным. Поэтому радуйтесь жизни, рискуйте, изучайте, идите вперед, вы не будете ни о чем сожалеть. Хочу поделиться этой радостью вообще на весь мир. И всем очень благодарна. И вам, Андрей, я с удовольствием слушаю ваши все лекции, мне очень нравится. Я понимаю, что это все мое настолько, что я... Нет, осознание было, естественно, оно есть. И вы как будто мои, знаете, мысли вот так излагаете, которые я там еще только формулирую, а вы уже вот так выкладываете. Все очень здорово, спасибо всем. Спасибо большое, Галина, что поделились вашими шикарными результатами. Да, Султан, одну минуточку, Султан, сейчас расскажешь все. Султан, Султан, одну минуточку, давай, сейчас я, мне Галине хочется рассказать кое-что. Во-первых, поблагодарить за такую чудесную историю, да. Во-вторых, Галина, я вам рекомендую все-таки погасить кредитные карты, обязательно погасите их, пополните их и положите. Пускай они отлежатся месяц, два, три. И когда к вам придет смс о том, чтобы... Просто банку невыгодно, это лайфхак вам дарю. Банку невыгодно, чтобы у вас была полная кредитка и вы ей не пользуетесь. Поэтому банк делает следующие вещи. Он прежде всего будет вас мотивировать пополнением кредитного лимита. Поэтому обязательно гасите ваши кредитные карты, гасите и откладывайте их подольше. Все, они, как говорится, на передержку. Вот ложите их, чтобы они отдохнули. Они потрудились, потрудились, пускай отдохнут. Все гармонично в матушке природы. Матушка природа потрудилась, лето, зима отдыхает. Так и здесь. Также кредитные карты им надо. Потрудились, они пускай идут и отдыхают. Потом, соответственно, вам придет информация, что у вас не 100 тысяч на ней, а 150. Вы опять, чтобы кредитка потрудилась. Потрудилась, опять пополнили, пускай отдыхает. И вот так вот безопасное пользование кредитными картами. Поэтому из одной лимиты вы разгоните до 300, до 500 тысяч, и у вас будет все шикарно. Это лайфхак. Берите, друзья мои все. Султан, да, слушаю тебя. У меня вопрос Андрея будет. Ну, я по Галине вот с историей. Она говорит, кредит. Сейчас просто я подумал, люди сейчас побегут кредиты, брата туда вкладывают. Просто нежелательно, как Вадим Зеланд говорил, избыточный потенциал, а потом что-то произойдет, будет как-то бояться. Это психология, конечно же. То есть мы все свободные люди. Мы все свободные люди. И каждый должен принимать сам решение. И причем адекватное решение. И по своим силам решение. Вот Султан правильно говорит, что избыточный потенциал – это очень страшная штука. Это вот тогда, когда вы начинаете выходить из зоны комфорта своей и мандражировать. Вот если у вас мандраж включился, не надо этого делать. Вернитесь на шаг назад и начните расти плавно, плавно расти. Поэтому это правильно. То есть тут надо каждому самостоятельно принимать решение. Однозначно. То есть я рекомендую свободные средства. А там дальше уже каждый. Вам никто ничего не запрещает. Но тем не менее, кажется, отдавайте себе отчет. Не заигрывайтесь. Это однозначно. Просто я читать. Вот люблю психологию. Сейчас вот прохожу. Вот просто если даже вот вроде должно. Вот там и успею, и там погасить. Вроде может так произойти. Вы и телефон потеряете, и это потеряете. А потом будет все это в основном. Где-то пароль забыли. Где-то это записали. Потому что избыточный потенциал на самом деле. Это рискуется быть на избыточном потенциале. Кому-то 100 тысяч ничего. А для кого-то будет он трястись. Просто как бы вот. А Галина рискнула. Ну молодец вообще. Респект. Вот у меня еще один такой вопрос. Скоро, Андрей. К этому готова, да? Сегодня мне родственница злой. Постоянно. Вот такие государственные вопросы. Вот это вот политические. Чего ты говоришь до сих пор официально не работаешь? Я когда-то проработал. Ну у меня может стажа. 46 лет. Я проработал может лет 10. Ну может 11 хвостик. Может 11 наберется. Официально где-то. Когда еще колхозы были. Вот в самом деле. Может тогда еще осталось. Вот надо сейчас. Вот мужчины мне будут платить. За 25 лет должно быть официальный стаж женщины. Там должно 15 или 20 лет. А здесь. Ну короче меня расстроило. Вот это с утра маленько разговор такой. Я уже не знаю что я говорю. Она где-то все это так подробно все рассказала мне. А вычитала. Я. А вот здесь вот. Когда вы эфир вели. Мне вот это успокоило. Вы накопительные. Вы прям вот. Прям вот. Насколько лет говорят. На 25 же да? Все верно. Вы можете сами себе сделать пенсию. Причем. Прикол знаете в чем? Прикол в том что. Все наши. Как говорится. Аккаунты. Можно передать по наследству. Друзья мои. И такие случаи у нас уже были. Вот. Поэтому. Если ту пенсию. Она сгорает. После нашего ухода с этого мира. То эта пенсия передается по наследству. Как вам идея? Нормально? Ну. Идея. Хорошо. Андрей. А вы прям сразу так. Прям в идею. Да. Прям вот там. Как вот. Насколько ваша вера. Вот. Внутренняя. Вот. Такая вера. Что вот. 25 лет. Вот. Положили. Постоянно откладываясь. На копейки. Ну. На данный момент. Вам надо. Для этого сначала врубиться. Чтобы врубиться. Зайдите сначала на минимум. На три. Потом. Когда. А я зашел. За поток. Уже четыре потока открыл. Я изучаю. Все. Отлично. Слушаю. Вот. Когда придет на период выплат. Вот тогда. У вас появится видение. Как это работает. Результат получите. А потом уже принимайте дальше решение. Что с этим делать. Спасибо. Спасибо Султан. Что поделились. Да. Галина. Да. По поводу накопительного потока. Я например считаю. Ну. Каждый опять таки. Какие кредитные карты. Я никого не сподвигаю к тому. Чтобы бежали и брали кредиты. Ни в коем случае. Это только мое личное сугубо мнение. И мое решение в моей жизни. Безусловно. Я понимаю. Что их нужно закрыть. И мы это сделаем. Это все здорово. И спасибо Андрей за совет. Да. Мы так и делаем. На самом деле. Потому что. Были очень сложные периоды в жизни. Приходилось и брать. И закрывать. И ну. То есть. Вот так. Слава Богу. Все в порядке. Вот. Я хотела сказать по поводу накопительного потока. Я например считаю. Что можно открыть даже на минимум и на три года. При этом. Как только пройдет три года. Можно в тот же месяц. Когда вы получите первый раз выплату. И их тут же из этой выплаты можно внести. И так продолжать три года. Часть оставляешь себе. А часть вносишь. Закольцовывание. Да. Это называется стратегия закольцовывания. Да. Не обязательно ждать 25 лет. У кого-то может быть этих 25 лет. И потом уже. А когда жить. Когда пользоваться этими деньгами. Поэтому хочется. Ну. Если кто-то захочет. Если кому-то это интересно. Можно и так тоже использовать. Эти средства. Которые ты получишь с накопительного потока. Все правильно. Да. Можно и так. Да. Абсолютно верно. Спасибо, друзья. Я думаю, в течение трех лет. Вы так все свои потоки другие разовьете. Что в принципе. Можно действительно так закольцевать. И вообще проблем не будет никаких. Ни у кого нигде. Спасибо большое друзьям. За ваши чудесные истории. За вопросы. За то, что делились опытом. За глубинное понимание всех процессов. Это дорогого стоит. Поэтому хорошего вам всем вечера. Обильных потоков. Обязательно. Да, Ирочка. Не пробиться. Привет, Андрей. Сегодня все друг у друга микрофон вырывают. Вообще не пробиться. Я хотела поделиться. 27 ноября у старшего сына был день рождения. Я говорила о том, что я ему хочу подарить 100 тысяч на день рождения. Так вот. Я ему сделала этот подарок. Отправила. Мы с ним переписывались. Я на работе была. Ну, он, конечно, очень был рад этому. И пишет мне. А у меня не было связи. Только интернет на Билайне. И пришлось только переписываться на тот момент. Он говорит, мам. Он говорит, ну, это, конечно, здорово. Куда столько? Два платежа. Ты, говорит, там случайно не ошиблась. Может быть, нужно один вернуть? А я же разбила на два перевода по 50 тысяч. Я пишу, нет, все нормально. Так было задумано. 100 тысяч пришлось разбить на два перевода, чтобы банк не заблокировал карту. Вот. Ну, конечно, ему это очень подарок понравился, само собой. И он спрашивает у меня. Мама говорит, а у тебя еще как минимум три таких суммы есть? Подушка минимальная. Я говорю, ну, конечно, есть. Говорю, не переживай. Но переживает, что вдруг у меня там нету. Я ему там отдала последнее там или что-то. Он же у меня в финансовой грамоте обучается. Поэтому постоянно меня пытается чему-то научить. И я ему говорю, Саша, здесь все ровно, все нормально. Эти 100 тысяч я уже давно прогнала в растущий поток, и получилось в них еще больше. Но могла бы еще загнать в растущий и получить через полгода 250. Но решила тебе подарить 100 тысяч. Так что ему, конечно же, очень понравилось. Он мне пишет, что я рад, что ты можешь дарить такие подарки. А младшему пришлось подарить тоже подарок. Он живет в квартире с Ватей. Сделал там ремонт в комнате. Полностью отремонтировал комнату. Заменил еще и батарею. И все выбросил оттуда. Весь старый хлам, что там было в этой комнате. Остался только стол и компьютер. И вот посмотрел он в каталоге кровать с ящиками. Я ему посоветовала с ящиками для постельного белья. Выбрал четырехдверный шкаф. И вот пошли мы с ним в магазин. Съездили. Я оплатила ему подарок этот. Ну, получилось почти 50 тысяч. Только кровать с матрасом и шкаф. Да, конечно, круто, все здорово. Он офигел. И потом отец спрашивает у него. Влад, а как ты кухню там собираешься? Он говорит, ну да, надо, конечно, и в кухне сделать ремонт. И все это повыбрасывать. И гарнитур тоже хороший купить. Он говорит, так в чем же дело? Говорит, давай растущий поток закидывай. И умножай свои деньги. А так ты будешь еще долго копить. У тебя сколько было? Сколько ты заработал? Накопил, ты все потратил. Ну, и что вы думаете? Сынок, у меня буквально прошло там день-два. И он у меня открыл растущий на 100 тысяч. Шикарный результат. Конечно. Да. А муж у меня еще круче, конечно. Вот как я на Татьяне, как сказать, продолжение. Он у меня все это слышит, все это знает. Там потоки все это открывает. И взял кредит в банке 400 тысяч. Хотел взять 500, но ему 500 не дали. Взял 400. Приносит мне и говорит, на обменивай. Ну, тогда еще это было в апреле. Я в обменнике обменивала на тот момент. Легко и просто это все было. Пришлось мне ему 100 тысяч добавить, потому что 400 тысяч в растущий поток – это невыгодно. 500, сам знаешь, это гораздо выгоднее. Так вот, три месяца спустя эти деньги уже вернулись в копилку и благополучно отнесли их в банк. Поэтому здесь все нормально. А я у него спрашиваю, ты как спишь-то? Он говорит, да нормально, спокойно сплю. Взял кредит и спит. И спит спокойно. И младшему тоже говорит, Влад, бери кредит. Полмиллиона, зато ты быстро. Я говорю, нет, никакого кредита. Пусть он вот 100 тысяч гоняет, а потом 200, и он быстренько, за год он миллион себе заработает. Ну, в общем, я, конечно, тоже не хочу кредитные брать деньги, большие. Но сумма небольшая, там 100-200 можно запросто, конечно. Шикарная речь. Да, у него своя теория по этому поводу. Он говорит, сколько нам еще осталось, и сколько лет мы будем копить таким образом. Поэтому самый лучший вариант в данном случае взять кредит, прогнать его, вернуть, снова прогнать. И тогда уже у тебя будут твои деньги, причем сумма будет приличная, и полмиллиона, и миллион, и выше. Поэтому здесь тоже, в принципе, тоже неплохо. Можно и такую версию использовать. Поэтому благодаря нашему сообществу, нашим потокам, и прогоняем мы зарплаты, и любые денежные поступления, и потоки увеличиваем, и подарки делаем и себе, и своим близким, и наше окружение постепенно тоже входит в наше сообщество, потому что они и посматривают со стороны, сначала не верят, а то еще даже против. Но со временем и они тоже видят преимущество. Поэтому один уже с нами, второй пусть пока посматривает. Шикарно, Круто. Вот смотрите, друзья, вот это пример, вот Ирочка у нас, это просто мега-пример. Вот мне многие участники, да даже и лидеры новой волны, как говорится, говорят, ай-яй-яй, меня не понимают, не принимают близкие, я им такую идею рассказываю, они мне не надо ничего рассказывать. Только личный пример, только личный результат, только личный пример ваше окружение само поймет и врубится. Поэтому покажите личный пример, так же, как Ирина вот показала своим детям личный пример, супругу показала личный пример, и все получается. Поэтому, друзья мои, никого, особенно окружение, за уши не тянем. Вот, только показываем личный пример, покажите результат, и за результатом пойдут все, все ваши близкие, друзья, знакомые и так далее. Поменяйте себя, меняйте свою жизнь к лучшему. Так, Татьяна еще проживает. Не вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если выбирать между стартовым и растущим, да, какой все-таки более перспективный, вот в плане даже одинаковые суммы вложить? Вы уже опытные? Стартовый поток и растущий, в принципе, у них доходность одинаковая, но философия у них тоже одинаковая. Но в стартовом потоке у вас есть дисциплина уже, вас говорят, пополни, получи, пополни, получи, пополни, получи. А в растущем у вас свобода, понимаете, да? Надо делать то же самое в растущем, только уже самостоятельно тебя никто не принуждает, понимаете? А тут стартовым тебе говорят, пополни, получи, пополни. То есть стартовый вас учит. Поэтому, скажу честно, неважно даже на деньги, в итоге на дистанцию у вас приблизительно доходы будут и там, и там хорошие, вот, и плюс-минус там, не знаю, там 20-30% это приблизительно одинаковые, там в районе 150, там чуть больше, чуть меньше процентов. Но стартовый вас сначала научит правильным, правильному мышлению, правильным привычкам. И вот эти привычки вы переносите как шаблон на растущий поток, где свобода, полная свобода. И начинаете делать по этим же привычкам уже на растущем потоке. Вот так это все работает. И растущий поток немножко, может, чуть-чуть быстрее дает, как бы, определенный результат. Вот. И, но у вас правильные привычки наработаны. Вы будете делать правильные действия. Поэтому научитесь делать правильные действия. И потом переносите этот шаблон на растущий поток. И все будет хорошо. Спасибо, спасибо, прояснили. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Так, ну что, друзья, спасибо вам большое. Уже практически как бы два часа. Так вот душевно. Так я обожаю наш великолепный чат инициатива. Очень душевная у нас здесь обстановка. Никто никогда не торопится. И очень шикарные душевные результаты. Делитесь, не боитесь, не стесняйтесь. Это круто. Задаете вопросы на участники. Мне очень нравится, что вы стремитесь изменить свою жизнь. Поэтому цель создания кассы взаимопомощи – это улучшить жизнь каждого участника. Только после этого момента можно говорить дальше о чем-то более высоковибрационном, о каких-то космических моментах. Космические в смысле я имею в виду по вашей жизни. Допустим, купить себе, не знаю, дом. Это для многих космический момент, да? То есть это что-то невероятное, там, в горном Алтае, допустим, да? Или еще там что-то, да? А у нас это, в принципе, ну, все возможно абсолютно. Поэтому сначала вас надо себя накормить, успокоиться, разобраться с инструментами. Поэтому вместо новостей, вместо сериалов приходите на наши созвоны и сюда в чат-инициативу, и в командные там где-то гостевые чаты. У нас всегда интересно, всегда каждый поделится, лидер, своими наработками, своим, как бы, результатами, своим пониманием процессов, своим пониманием инструментов. И, в общем, вы начнете учиться. Мы даем бесплатно, друзья мои, даем, делимся своим опытом, знанием. Берите это все и применяйте свою жизнь, улучшайте, становитесь богаче и, соответственно, здоровее, счастливее. Вы высвобождаетесь от нужды зарабатывать деньги, и все у вас сложится. Проблема в том, что у людей не хватает времени, а потом уже, в дальнейшем уже не хватает здоровья. Поэтому восстанавливайте себе время ваше, восстанавливайте себе здоровье, и начинайте жить нормальной, другой, шикарной, счастливой жизнью, которой, по априори, мы должны жить на планете Земля. Всем большая благодарность. Обнимаю всех, горжусь, что я с такими великими людьми в одном сообществе, как вы. И, конечно же, до новых встреч. Мы творим с вами великую историю нашего сообщества. Всем счастливо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok